Суббота 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 тоже ничего не может нет все изучено так хорошо по способностям есть четыре неиспользуемые качество способностей так что-то можем взять но если мы например снимем негативный эффект то можно поставить тайную магию она игнорирует отражение сейчас их отражения никто не делает в принципе но это хорошая штука уже появилось волнение кстати увиви тоже ладно пусть пока все остается значит так пойдем в деревню дали можно было спуститься восполниться но у нас там все нормально по хп и по здоровью да и понятно что тут нам кто-то вред не не может причинить вообще давайте сделаем гравитацию посмотрим на нее и сейчас если будет каштан то уже будет на сто девяносто восемь урон каштара вот так вот пока за око получилась сейчас так корень дерева как представьте он оттуда из-под земли через вот эту огромнейшую гору пророс сюда вспышка огня осветила ночное ночное поле возле трена там все дворяне которые на балконе в трена стоят где-то поле увидели эту вспышку но это было просто очередная битва зидана и вид карта флана зачем мне карта флана мне бы хотя бы одну новенькую карту заполучить и кстати может быть мы это реализуем я не со всеми поиграл пока в трена только с тремя как раз скачнулась эта карта и я поспешил записывать для вас пятьдесят третью часть потому что как написал димаффик 52 почаще до финала стопроцентно поддерживаю но все мы знаем что финалка такая игра которая иногда требует недель работы на бэкстейджа так сказать прокачки чего-то или добыча и вот мы здесь станция и транспорт перестал работать с исчезновение мглы здесь и так было очень все спокойно и размеренно а теперь вообще сонное царство транспорт не работает и ребята здесь скучают видимо совсем мгла исчезла и канатная дорога прекратила свою работу ну да я представляю здесь наверное от скуки с ума сходите и телефонов у вас нет чтобы запустить виртуозила геймбол да так как ты что-то скажешь но они играют в карты вот ты хочешь бросить мне вызов карточной игре нет пока с ними поиграем так но с этим нельзя поговорить эх вот этот пейзаж как же он мне нравится вот он вот он необъятный мир файнал фэнтези 9 такой красивый такой интересный такой наполненный приключениями и такой незабываемый после путешествия по нему так ну тут все спокойно водичка течет в трена будьте осторожны путешествуя ночью и вдали не топчите грядки никакие трудности не разделят наши страны 11 регент линблюма сит восьмой биркмейские канатные дороги были построены в память к 20-летию дружбы между линблюмом и Александрией напомним это ну вот станция уснула тоже вагон стоит и уже никуда не поедет в ближайшее время точно ваше местоположение станция Александрия мгла которая обеспечивала энергии двигателей канатной дороги исчез вагоны не работают здесь исчезло данное поставить я не знаю можно здесь какой-то уютный ресторанчик что ли в этом вагоне пока сделать ну чтобы хоть как-то его амортизировать и обслуживать добро пажа ах да теперь мы вместе джефф рабочий на полставки интересно во что он вторую часть дня посвящает если он работает на полставки может на другую конечно работу какую-то а может и нет лавка вега и альтаир купите сувенир на память или в память о посещении канатной дороги мэри говорит добро пожаловать но у нее просто самые базовые расходники которые нам не нужны так с ней можно поиграть а с тобой можно получается здесь двумя можно поиграть и перед тем как пойдем вдали давайте проведем эти игры так сейчас вот так надо сделать какая музыка хорошая в этом месте какое место вообще спокойное да в современном мире такого многим не хватает ой зачем я взял ленту она уже прокачана а я все равно заодно проверим агрессивно она играет или нет нет не агрессивно видите не атакуют не атакуют более сильные карты так раз надо выбрать кем мы будем играть вот сейчас последняя карта как кого брать лучше можно тебя неплохо в принципе такими картами мы на турнире просто будем вне конкурсии турнир можно как выиграть так и проиграть и мы посмотрим тоже оба варианта с вами так это вторая победа то чувство когда никакую карту прокачивать не надо и сразу вспоминается сколько сколько было игр сколько я переслушал всяких интересных подкастов пока это все делал они уже начали заканчиваться просто так хорошо еще две победы нам нужно и последняя теперь когда мы играем такими сильными картами разрыв между победами и поражениями еще значительно увеличится понятно что все поражения но в основном в основном наверное 85 процентов поражений они вызваны попыткой прокачать такие карты как жаба это настоящая пытка понимаете я напомню каким из характеристики имеет жаба вот и вискори сколько у него стрелок ты там сражаешься пытаешься как нибудь даже кого не побеждаешь и в конце ее естественно любой картой перебивают она от стрелок все сразу пускает волны перехвата и все так с ним поиграем на обратном пути идем вдали за этими воротами находится деревня дали вам нужно идти к другим воротам если вы хотите попасть в трена что вы хотите пройти здесь но у вас есть пропуск я полагаю что да сейчас я открою так так верните мне эффекты в карты мы поиграли эффекты можно вернуть может вы уже уберетесь отсюда и нужно закрывать ворота может быть может быть вы говорили с ним после открытия ворот ведь какой нетерпеливый хочет быстрее ворота закрыть вот там классная скала только что ее верхушку видел супер на не надо просто мачу-пикчу строить что у нас с ледяной пещерой поменьше а а а а а а а а а не ходите в пещеру лед внутри тает вход в пещеру в любой момент можно брушится ну а на свой страх и риск нет не пускает от отсюда деревня красиво смотрится совсем небольшая вокруг поля идем но прежде чем возьмем кофе зайдем посмотрим что там у старика перед тем как мы ему сможем его отдать о чем он нам скажет мне нравится смотреть на корабли вот я и вызвался присматривать за грузовым я не знал что их используют в военных целях я устал сейчас бы выпить чашечку хорошего кофейку как я тебя понимаю старик так вот на старость лет узнаешь неприятные подробности устал и морально и физически надо его взбодрить кофейку он кстати играет в карты так так что прости я просто не в настроении чем-то сейчас заниматься это при попытке поиграть совсем утомленный дедушка сейчас мы вам поможем вы хотите выслушать историю до море снаружи греется на солнышке дедушка очень беспокоился когда грузовые корабли перестали прилетать даже ночами не спал можно ответить нет она скажет понятно если после этого сказать да она скажет все таки вы хотите увидеть его это его послушная дочь слоя или не его а просто послушная дочь слоя но то есть это может быть либо ее зовут слоя я думаю что это все таки его дочь либо это послушная дочь некого слоя вот смотрите какой здесь прекрасный прекрасная модель корабля какая хорошая модель такие делают только блин так ну хорошо поиграть с ней нельзя теперь идем за кофе фабрики кирдык ферме кирдык чё с нами будет то я могу носиться по деревне часами поскольку мне не надо работать на ферме но я не сразу пойду за кофе по заходим в дома посмотрим что поменялось о чем говорят жители вот тут полный застой сейчас ничего не работает даже нету видим этого взрослого губа есть что почитать я не получал писем последнее время нет ничего почитать я за папку 100 гили за ночь давайте останемся вспомним очень смешную характеристику издана об этих книгах гостиничная библиотека скрасит ваш досуг как заработать миллион зарабатывать легко как стать богатым том 2 эти книги отстой это прям те фразы которые с нас афоризмами и ты их используешь в жизни после прохождения final fantasy давайте дам десятку фонтан десятку туда десятку и сюда не напасешься плохое предзнаменование есть хороший день есть и плохой возможно вы получите увечья или заболеете постарайтесь ничего не терять и будьте осторожны в общении с незнакомцами а вообще сидите к дома ваш счастливый цвет сегодня зеленый но да это без изменений все вот и я поэтому видите решил сидеть дома и всю субботу заниматься фэнл фэнтези и день будет великолепным так что фу на тебя предсказание из деревни далее теперь сюда так полезная информация подумайте стоит ли экипировать новое оружие броню прежде чем вы освоите привязанные к ней способности еще раз стоит ли экипировать новое оружие прежде чем не к ней а наверно к старым предметам способности вам решать использовать новую амуницию сразу или подождать до тех пор пока вы выучите новый навык если у вас проблемы с деньгами помните вы можете продать ненужные вещи информация о товаре нажмите клавишу селек чтобы увидеть подробную информацию о товаре к примере можно увидеть что знаменитый убийца магов имеет негативный эффект молчания активируйте навык негативный эффект чтобы использовать дополнительные возможности оружия ну и про карты да добро пожаловать фабрика закрылась но моя дочь безумно счастлива что мы снова работаем в магазине я скопила немного и хотелось дочкой поехать в лимблюм но нам не на кого все здесь оставить а вы бы не могли присмотреть за магазином недельку нет я пошутила простите эйша опять же тут английская версия имени проскальзывает а почему и я все там эйша так а я бы хотел еще ответить да или это только теперь загружаться придется да это только загружаться придется хорошо сейчас мы это проверим в подшивке точнее хозяйка магазина добро пожаловать что нам нужно докупить жезлы да да вот шлема были использованы в синте рубахи вообще хорошо разошлись а с остальным все нормально сыграем в карты нет может тогда выберите что-нибудь тебе придется купить что-нибудь если я выиграю так я не выключил эффекты кто в наушниках там готовьтесь снимать их это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 10 гилей, линдлюнские огурцы, 8 гилей. Вдолг не обслуживаем, в наличии лекарства. Обычно днем мы не работаем. О, это что-то. Хотите прикупить лекарств? В вашем положении я бы работал в любое время, честно говоря. Но решать вам, конечно же, да. Эй, вам сюда нельзя. Сходим на поле. Я надеялась, что люди снова станут заниматься фермерством, когда фабрику закрыли. Но все привыкли к легким деньгам и не хотят трудиться. Вот. Это тоже, о чем я говорил, а даже были небольшие дискуссии по этому поводу в комментариях. О том, что, ну, кое-кто из подписчиков, когда я раскритиковал деятельность, эту грязную, античеловечную здесь, кто-то писал, что просто им нужно как-то выживать. Но тут именно речь идет о легких деньгах и больших деньгах, а не о выживании. То есть дело не в нужде, а именно в волчности было. Видимо, эти символы на земле нужны для обозначения места посадки воздушных кораблей. Но, опять же, даже когда речь идет о выживании, то, ну, не знаю, я бы сделал все возможное, чтобы пусть даже, как говорят, влача жалкое существование, все-таки не становиться на путь зла для какого-то легкого обогащения. Теперь, далее в мельницу. Здесь мы можем взять несколько сундуков сейчас. Напомню, что нам нужно открыть вот эту дверь. И тут написано ключ старосты. Я очень хорошо это помнил как ключ мэра, когда на первом прохождении не открыл ее, так и не догадался как. Вот, и, да, с этим ключом мэра были целые дискуссии. Здесь заколка. Такой аксессуар у нас уже был. Точнее, это, наверное, даже не аксессуар, а головной убор. А здесь эликсир. Мне стало интересно, это аксессуар или головной убор. А мы так не посмотрим, потому что у нас нет женщин. Так, да. Это все-таки аксессуар. Хотя написано как женский головной убор. Ну, я имею в виду тип снаряжения, да? Понятно, что это головной убор, но он вот сюда ставится, а не вот сюда. Так, ладно. Взяли два сундука. Интересно, наш ранг охотника за сокровищами вырастет в трена после этого? Надо будет проверить. Или пока что так же да и будет. И вот теперь тот самый момент получения ключа. Мэра нет. Дома больной сын. Судя по всему, старосты нет. Если выйти, то ничего не будет. Если пошариться в его комнате, мы можем осмотреть стол, стремянку, камин и полку. Начнем с полки. Эээ, кто там? Вот черт. Он просыпается и издану всякий раз приходится ретироваться. Теперь камин. Эээ, кто там? Вот черт. Затем стремянку. Все так же. И стол. В столе мы можем найти... Что мы можем найти? Фигурку королевы. Дальше можно выбирать, что осматривать. Ключ мы так и не нашли. И, например, если выбрать камин, Он просыпается и говорит, эээ, кто там? И вот здесь, ну, на первых порах Довольно неинтуитивно. То есть не догадаешься интуитивно. Так вот сразу, что нужно сделать? Оказывается... Смотрите. Нужно проверить стол. Здесь ничего нет. Три раза. Хм... Здесь ничего нет. И еще раз. И после этого он засыпает. И вот после того, как он засыпает, Мы можем Посмотреть полку, Камин и стремянку. Ключ лежит в Камине, Поэтому сначала осмотрим полку. Так, ну и опять же, нужно Три раза ее осмотреть, Чтобы он снова уснул. Вот, уснул. Теперь Стремянка. И сейчас Осмотрим Камин. Ну, опять же, вначале Три раза стол. А теперь Камин. Получено ключ Старосты. Ну, давай, засни еще раз. Все, уходим. Вот он. Вот он ключик. Ключ, найденный в деревне Дали, Позволяет добыть сокровища старосты. Ключ старосты. Мяу. Я знаю, где староста Хранит свои сокровища. Они очень милые. Мяу. Деревенский кот. Фигурка королевы. Это классная фигурка, Сделанная мастером Гогу Золотые руки. Но зачем он сделал фигурку Бра? Стесняшка Лауда. Вы помните Секретного персонажа Гогу В Final Fantasy VI? Те, кто смотрел Это прохождение на канале, Конечно же, помнят. А те, кто не смотрел, Друзья. Ну-ка, ну это ж финалка. Посмотрите и тоже будете помнить. Крепко заперто. Все. Вход на фабрику заперт. Ну, а кто знает, Это вот он. Он все знает. Теперь идем За Кофе. Мне нужен ключ, Чтобы открыть ее. Тут написано Ключ старосты. Странный тайник. Почему? Мы видим, да, Вот там сундук. Вот он. Почему странный? Потому что через этот забор Можно перемахнуть Даже ребенку. Просто, может быть, Чоку бы начнет клеваться. Но на отсюда Вот он не клюет. Но не знаю. Не знаю. Так себе, честно говоря, Тайник. Там внизу, в подземелье, Наверное, понадежнее было бы. Но там слишком много рабочих. Как бы то ни было, Староста устроил Свой тайник здесь. В нем он хранил 30 тысяч гилий. Возможно, Это была какая-то Дотация от замка На поддержание Деревни. Либо же Какие-то Похищенные Бюджетные средства. Им, я не знаю. Тут под сундуком Что-то Есть. Ну, давайте пошарим. И найдем кофе Бюрман. Которое больше известно Как кофе Бурман. Для нас. Так. Почитаем. Потому что нам придется Его отдать. Надо прочитать. Ключ старосты, кстати, В ключевых предметах Остается. Кофе, найденный В деревне Дали. Замечательный сорт. Ну, а эти два кофе Один находится В арке Боден. А другой В Мадайн Сари. Каждая чашка Заставляет вас Забыть о суете Повседневной жизни. Убедитесь сами. Аукционер. Аукционер Не позволит вернуть И только кофейку Дадим старику мы глотнуть. Вот и пойдем. Здесь без изменений. Милый пожилой человек. Мы принесли Полмира обошли Для этого. О! О небо! Это же Три легендарных Сорта кофе О которых я так долго Мечтал. Ты бы Не мог отдать их мне? Уж нет. Понимаю Это очень большая ценность Но если передумаешь Возвращайся Ты передумал? Нет. Ну а теперь Отдаем. Большое тебе спасибо. Боюсь даже представить Через что ты прошел Чтобы достать их. Это незабываемое Приключение, Марис. Тоже хочу. О, я так счастлив Я даже и мечтать не мог О том, чтобы Что снова могу Попробовать все Редкие сорта кофе Я никогда Не был так счастлив Теперь Я готов Воссоединиться Со своей Любимой женой Я отошлю тебе Модель корабля В благодарность За такой чудесный Подарок Вот такая Награда за этот квест Модель того корабля И он говорит Я никогда Не был так счастлив Ну вот В таком уже Почтенном возрасте Хорошо доставить ему Может быть даже Последнее счастье Чтобы он отошел Уже присыщенный днями С ощущением счастья Да, это кофе Помогло стереть Все эти тяготы Которые были сейчас У него на сердце И это Самое главное Прости, я просто Не в настроении Чем-то сейчас заниматься Я думаю После этого захочет Если честно В карты поиграть Потому что Потому что Кофе-то мы ему дали Но нет И После этого Еще меняется реплика У девушки Она говорит Морит Так счастлив Морит Узнаем Узнаем позже Так Все Кофе у нас ушло Из ключевых предметов Квест Комплит Ачивку за это Выдали в стиле Так Теперь можно Попробовать Половить Рэгтайм Мауса На самом деле В лесочке Но для этого Нужно записаться Ведь Никто не совершен И на какой-то ответ Я могу просто Просто может Вылететь из головы Так что Пока вроде бы Не было Да Такого Чтобы мы ошибались Но Опять же Не нужно Переоценивать себя Попробуем Да Инициировать Битву с ним Для этого Как мы помним Надо сражаться В середине Этого леса О У Ви Ви Будет скоро Транс Очень хотелось бы Чтобы он был Ммм Да Да Хе 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 Дев ну как они гасят гасят не смысле бьют а как будто угасание идет чего-то яростного ну то есть как будто это бушующий огонь гасит водой а в этом смысле не выпадается но что время турнира и воде си 1 час 5 попыток здесь нет то пойдем дальше хвост антенна импульс неба посылает молнию вызывает такое надо гасить давайте еще две попытки кстати эти бои тоже все идут на пользу потому что есть ачивка победить 10 тысяч монстров она еще и криво работают с ними часть монстров не идет в учет это сто процентов это проверено я не знаю почему только у меня так были несколько подписчиков когда мы в этом комментариях говорили они подтверждали да что именно криво считать 10000 по факту надо убить вам больше чем 10000 может даже все 15 так что лишним не будет точно если дополнительно не сражаться за одно с прохождение в 10 тысяч никак не набьете да не хотят либо я прям там в центр не выпадаю но неважно пойдем в трена аукцион ждет и поиграем со всеми еще вот три победы я думаю будет самое то все управляемся обратно в трен вот те кто впервые знакомится с final fantasy 9 сейчас как вам друзья по ощущениям по глобальности по проработанности игра 2000 года я думаю процентов 60 точно того что будет сегодня и близко даже не дотягивает до этого и это мы только посетили два континента есть еще континент и не один понимаете не говоря уже о том о чем не буду спойлерить я хочу поговорить южные врата только-только отремонтированы но поскольку мгла исчезла они снова не работают такова жизнь да вероятно так я хочу пройти у вас должен быть пропуск у вас есть пропуск я полагаю что да я сейчас открою за этими воротами находится деревня дали вам нужно идти к другим воротам если вы хотите попасть в трена тут все тоже а заметили там два грибочка два грибочка какова их будет судьба и кто-то съест или они здесь так и завянут ну что-то станут грибочки из бочки их засолят обожаю я просто обожаю этот экран ну что давай перекинемся снова не выключил звук уши берегите учатые тоже не агрессивный но он дома счастливый но и Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Тащит пьяница, лучше чем все предыдущие С ним, я так понял, чисто показатель ничьих надо набивать Давай еще победу, да пойду Ооо, ты хочешь сыграть со мной в карты? Поехали 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 Вот если кто-то нуждается в самых изначальных картах То можно приходить к этому старику, к пьянице и у них отыгрывать Даже на третьем диске Поехали 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 Ух Поехали Поехали Продолжение следует... 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 Вот тоже дядька с первыми картами. Ай, чуть-чуть пережал. Бывает. Так, тут не дожал, там пережал. Ммм, вы что, хотите поиграть в карты? Денег у тебя много, а карты говно. Купи себе карты нормальные, пойди. Где-то должен быть черный рынок карт, на котором продаются хорошие прокачаные карты. Ай, чуть-чуть! Продолжение следует... 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 Кхе-кхе-кхе-кхе Как то Арчик водится Так, теперь еще призрака вернуть Ладно, давайте так Храч с ароматом Кто разошелся я смотрю Вок Постыду Вм Nothing Ну что ж, ДХА не прокачали, но тем не менее прокачали характеристики. Несколько раз. Теперь идем на турнир. Но сначала, конечно же, сохранимся. Так. Все тоже поднимите. Надо будет еще в подшивке покажу, вот когда черную материю мы не покупаем, подойти сюда. Вот они о черной материи, о темной материи то же самое говорят или нет? Идем сохраняться. Здесь у этого мугла мы уже отдыхали. Видели, как выглядит отдых, я об этом. Так, теперь турнир. Но сначала давайте выбросим все карты и попросим у профессора то-то, что он нам даст. Посмотрим. Субтитры делал DimaTorzok Вы вообще не убрали когда-то карты? Субтитры делал DimaTorzok Я думаю большинство уже со своими были. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Собачка, кстати, гавкает. Нет, не гавкает. Ног хвостиком шевелиться нажимаешь. Субтитры делал DimaTorzok Ну что? Тебе понадобится хотя бы пять карт? Пробел между хотя бы надо сделать, чтобы принять участие в турнире. Вот, возьми немного моих. Стрекозел, ребрец и кактуар. Почему бы тебе не поиграть с разными людьми до турнира и не набрать карт получше? Если у тебя закончатся карты, я дам тебе немного своих. Так, я не приемлю карты, которые не ранга А. Даешь мне всякий хлам. Дай еще. В общем, он дает эти три карты. Всегда. Но сейчас мы выкинем все. Посмотрим еще какие будут. Кочу. И храни королеву. Во! У нас нет такой карты, друзья. Это меч Беатрис. Хм. Может, если с ним играть, у него можно ее выиграть? Нажмите А, чтобы выбросить одну карту. Да, круто. Храни королеву. Это круто. У мастера оружие, потом выигрывать надо будет. Так, ладно. Теперь идем сразу тогда. Узнаем, что все говорят, когда карт не хватает для игры. Вам нужно пять карт для игры. Ну и дальше тоже самое. Да я понял, понял. Хватит мне их совать. Мало ли что ли я порвал их тут уже. Подметать надо. Так. В треном. И в деревне. А потом на турнир. Пусть. Ты не сможете играть, если у тебя не хватает карт. Тоже надо поправить. Или вы не сможете играть, или ты не сможешь. Так, пойдем по кругу Ээээ, да у тебя карт не хватает Пацаны в вечном кумаре Вы должны собрать достаточно карт Прежде чем мы сможем поиграть Не можешь играть, пока у тебя недостаточно карт Тебе нужно 5 карт для игры, выучи правила У тебя даже карт не хватает Прикольно, что тут лестница из двух связана Так высоковато, что пришлось две связывать Там вот, где веревочка, она должна со временем расшатываться Расшатываться, расшатываться И в итоге потом поломаться За этим нужно следить У тебя даже карт с собой нет, болван Сходи на стадион и купи побольше карт в киоске Там продают такой мусор У тебя недостаточно карт, дружище Что, наверное, в мусоре лучше карты будут Ну, или профессора можно взять Там храни королеву дает Ты можешь купить несколько карт на стойке перед карточным стадионом У тебя даже карт с собой нет, тупица У тебя что, даже 5 карт нет У тебя не хватает карт, чтобы играть, идиот У тебя даже карт не хватает, чтобы поиграть Вам нужно хотя бы 5 карт, чтобы играть в карточную игру У них одинаковая реплика У тебя с собой недостаточно карт Тебе нужно хотя бы 5 карт, чтобы играть Вам нужно как минимум 5 карт для игры Я не могу играть с кем угодно У кого даже не хватает порядочности Владеть достаточным количеством карт Взял и самооценку навсегда уничтожил Вам нужно как минимум 5 карт для игры Тебе нужно больше карт для игры У тебя не хватает карт для игры Вы не можете играть, пока у вас с собой нет 5 карт У вас с собой даже нет 5 карт Вы мне противны Точняк Для игры нужно 5 карт Сходи на стадион и купи побольше карт в киоске Не хочу Если карты можно покупать Почему не сделали, чтобы их... Не, так долго обходить, наверное Почему не сделали, чтобы их можно было продавать, а не рвать, как мы это делаем Хотя бы здесь вот в трене чисто сделали бы Да беги без сражения Давай, 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 я в тебя верю Давай, 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 лучший Эй, лучше бы тебе найти побольше карт в трену Иначе они будут смеяться над тобой Да-да, особенно вот та, которая монеты стелацию Собирает Она уже Натыкала носом в грязь меня Так Так, тут можно было поиграть с продавщицей А значит и спросить у нее тоже можно Тебе нужно хотя бы 5 карт, чтобы играть Слушайте, я не помню Я поднимался вот сюда поговорить с ним По-моему Не помню Мгла, которая обеспечивала энергией двигателя и канатной дороги Исчез Вагон не работает Да, поднимался, потому что исчез Да А может это и кто-то еще говорил Так, ну на всякий случай еще раз Вагоны не работают Симафору тоже теперь не нужно работать Порассыхаются там все От неработы Да, я хочу здесь пройти Надо было у того, кто выбегает из ледяной пещеры Сделать возможность тоже играть с ним в карты И поставить ему какие-то уникальные карты Там шивы всякие чисто такие Ледяные Круг перьев Еще что-нибудь Не стандарт Подбежали-убежали Помните, в каких финалках Зависят Прокачка некоторых Оружий От того Сколько раз мы сбежали из боя Я помню Как качал Так Ну ты, да Ты не играешь Да погоди ты Я второй раз Вот так, да У тебя не хватает карт Так, там играть Ни с кем Ни с кем Ты тоже не играешь, да? Да Вы все не игруны Хорошо Тогда Тогда Ну раз уж мы здесь Сразу проверим Что будет Когда у нас нет Гелий на ночлег Я тут немножко тебе Прибыли принести решил Как у тебя все дешево Для нас это плохо Совсем дешево Надо было странно это сделать Но опять же Загружаться И бежать сюда Из трена Будет дольше В чем я это все Сейчас проверну Что там у тебя Самое дорогое Ну-ка скажи мне Шестьсот шестьдесят Шестьсот шестьдесят Железный меч Хорошо Железный меч И бронзовые доспехи И бронзовые рукавицы А доспехи Ну-ка тоже можно Перегон гирей В природе просто Да Придется погонять Может реально С одним мечом Быстрее будет Продать предмет из инвентаря Купить предмет и оружие Так почти Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Все последний раз Так Как с ночлегом теперь Стоги или за ночь Извините Но если не заплатите Вы не останетесь на ночь В трена Посмотрим Ну просто Туда бежать Там в трена Можно было В принципе Загрузиться И пойти на аукционе По девяносто девять тысяч Все попокупать Это Все тоже Бежим в трена Смотрим Тоже сразу там И Наконец-то Идем на турнир Врата уже не дымятся Ремонтировали Помните Катастрофу Которая там Произошла Дорожно-транспортная А это Небесно-корабельная НКК НКП НКП Небесно-корабельная Произошла Да хватит До того что я убегаю Не надо мне на каждом метре Лепить пауков Кстати Этот прием придется Иногда тоже применять Когда мы Будем Брать с вами Экскалибур 2 И все Грунда будет пройти За 12 часов Менее чем За 12 часов Ну Там 98% Игры в окей За 2% До финиша Нужно будет Его взять Всегда мне было Очень жаль Что таким Крутейшим Мечом По факту И Потом уже Нельзя будет Нормально Как говорится Поиграть с ним Сделали бы уже Возможность Начала Новой игры С этим мечом Как-то Я не знаю Ну Просто прям Под конец берешь И все Игру заканчивать Это как-то Чуть-чуть Грустно То есть Вся его Сочность Теряется Но Сквейр просто Делали Спидраны Еще до того Побуждали людей К спидранам Еще до того Как это стало Популярным Мейнстримом Так Отдых У нас здесь В одном месте Откуда у меня Деньги Я в каком-то Бою победил Сколько денег Да 193 гиля Ну ладно Тогда два раза Отдохнем И потом уже Не пустят Эй Я благотворительностью Не занимаюсь Возвращайся Когда у тебя Появятся гили Все Теперь друзья Загружаемся Так 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 Можно еще Знаете что Сразу Глянуть Я Отсюда Загружусь Момент Что там говорят Когда мы Не купили еще Темную материю О ней говорят Или нет Давайте посмотрим Отличается Как-то это Или не отличается Полагаю Темная материя Будет главным Объектом Внимания Сегодня на аукционе Любопытно Но если это правда То у меня нет Ни единой возможности Купить эту вещь Так 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 Да Да Не изменяется Кроме того Что они говорят Про темную материю Хорошо Все Надо было выяснить И мы с вами Идем на турнир Так Мы зарегистрированы уже Начинаем Карточный турнир Первый раунд Соперник Чердачник Вейк Я получается Чердачник Виртуозила Против Чердачника Вейка Давайте Так Так Икс Карта Икс Это неплохо Поздравляем Переходи ко второму раунду Когда будешь готов Или заходи И играй сразу Эктив тайм Ивент Старые добрые деньки Вот где Амарант Срэй О Это ты Амарант Что ты делаешь? Смотришь на озеро? Я думал Ты молчаливая Прости Может быть Я изменилась Наверное Это его влияние Зидан Может быть Я узнаю правду От Аукциониста Ну тогда Не задерживайся Так А что у тебя За история Похоже Ты тут хорошо Ориентируешься Ты здесь Ты здесь тоже По какой-то причине Кто? Я? Я просто безработный охранник Охранник? Это было мучительно скучно До того дня Когда появился он Я сказал Слишком много Эй Постой Что? Тебе интересно Знать о моем Прошлом? Конечно Мне интересно Так Ну Можно опять же Отправиться Поделать Какие-то вещи И вот Еще Active Time Event Уроки жизни Вот как это было Когда мы с ним Встретились В первый раз Кто он? Зидан Я думал А вы недавно С ним встретились? Не думаю Что он помнит Я работал охранником В этом особняке Искал драки Не важно с кем Главное Чтобы соперник Был силен Вор! О Из той самой двери Это было Очень легко Ты кто? Ты похож На достойного Противника Хм Так ты тут Новый знаменитый Охранник Королевской семьи Да? Что если так? Ты еще не видел Меня в действии Давай Сразись со мной Хм Так ты просто Головорез Как ты назвал Меня? Обожаю Таких ребят Я тебя вырублю В одну секунду Не разочаруй меня Куда побежал Этот вор? Хе-хе А вот и они Я не дам им Вешаться Давай Не тупи Игра окончена На помощь Он выходил Из этой двери Когда я проходил Мимо Я присмотрелся К нему Подумал Что он может быть Вором И тут он начал На меня нападать Но он же охранник Этого особняка Он такой подозрительный Только посмотрите на него У нас всегда были подозрения Но Я вызову подмогу Вы ребята Придержите его Пока они не прибудут Я скажу тебе одну вещь Настоящий мастер Не станет хвалиться Своей силой Как бы это сказать Хитрый орел Не показывает когти Ммм Я сваливаю Пока-пока Ты попался Ага Точно Эй А ну стой Так Ты Так Я оказался В розыске Ха Ха-ха-ха-ха-ха-ха Что смешного Прости Я просто не ожидал Что ты попадешься На такой детский трюк Тебя это Заботить не должно Прости Теперь понятно Что произошло Не пойми меня неправильно Я не держу на него зла Но я хочу понять его Он не выставляет Напоказ свою силу Он просто хочет Быть со своими друзьями Видимо Вам было суждено Встретиться вновь Двое Идущих Одним путем Однажды Встанут Лицом к лицу Это сказал мне Один человек Много лет назад Честность Это достоинство Если конечно Сумеешь остаться В живых Ну и мы понимаем В каком человеке Говорит Фрея Такой вот интересный ActiveTime Ивент Идем На второй раунд Нашего турнира Слушайте Я никогда не бегал туда Где они стояли В этот момент Думаю конечно Их там нет Но Проверить интересно Да Чисто Интересно Насколько давно Этот инцидент Произошел Тут Насколько Ранее От похищения Принцессы Карточный турнир Второй раунд Соперник Епископ Кордона Ну что ты не атакуешь Епископ Это плохо Вот это я Да Не надо так Игра завершилась В ничью Начинается Следующая игра Не то чтобы я Специально Это сделал Но Сто процентное Прохождение Как я говорю Провидение Иногда само Способствует тому Чтобы показать вам Все-все Интересно Итак Это вторая победа Поздравляем Ты выиграл дважды Когда будешь готов Приступай к финальному раунду Должен предупредить У тебя будет только один шанс Сыграть в последнем раунде Будь осторожен Найди мугла И сохранись Если сомневаешься Не сомневаюсь Но найду и сохранюсь И еще Несколько событий Что очень интересно Давайте смотреть Галлюцинация Хочу есть Я путешествую Чтобы пробовать Разную еду Во многих городах Но почему Нужно иметь деньги Чтобы поесть Чего-нибудь Я не могу Поесть Без денег Ах Свет на воде Похож на еду Это просто иллюзия А может Настоящее Я прыгну туда Нет Если прыгну То утону Но Я хочу Есть Самоубийство Да Я видел Я видел Многих людей Которые наложили Для себя руки Из-за карточных долгов Какой позор Покойся С миром Очень хорошее Событие Квина Там уже Целый мировой океан Проплыл Помните Когда нырнул Так что ему Ему все хорошо Тем более Их племя Обитающие на болоте Я думаю Они себя Как рыба В воде Чувствуют Где еще Ивент Давайте Пречувствие Я вернулась С возвращением Как тебе трена Вроде нормально Ты больше Предпочитаешь Свою деревню Ага Ну а весело Встречать разных людей До сих пор Я общалась Только с моими муглами Только с муглами А где же остальные Они умерли Теперь я совсем одна Понятно Значит ты Единственная Выжившая Из племени Призывателей Почему все Хотят знать О моем Роге И Эйдалонах О Я изучаю Всякое Просто Мое любопытство Ясно Ах да Ты же был Наставником Даггер Так Верно Научи меня Как стать Такой же Изящной Принцессой Как она Ха-ха Принцесса была Шумной Девочкой Как и ты Думаешь Я стану Такой Как она Когда вырасту О Конечно же Я рада Это слышать Знаешь Даггер Дала мне Ее знак Принцессы Знак Принцессы Ага Даггера Дала мне Один из Твоих Теперь у меня Два И у нее Два Ты имеешь Ввиду Легендарные Кристаллы Ага Даггер Их тоже Так называла Понятно Значит Кристалл Мок хотела Поговорить С Муглом Здесь в тренах Поэтому я Оставила ее Но Что-то Не так У меня Плохое Пречувствие Я должна Разыскать Мок Плохое Пречувствие Уже было Не только У Бланка Мони Давай что-нибудь Еще из писем Давно Не получала Давай-ка Мы Отдохнем Там Турнир Идет А Зидан Просто Разложил Палатку И вздремнул Он же Записан На последнюю Игру Так что Подождут Так Ну давайте Сохранимся И пойдем На финальную Партию Без изменений Поехали Сюда Регент Да Я знаю Но помню О моем Состоянии Пожалуйста Регент Вы должны Вести себя Как чемпион Давайте Зарегистрируемся Это чемпион Да Она идет Я чемпион Эрин Я бы хотела Принять участие В турнире Пожалуйста А Мы вас ожидали Прошу Проходите Благодарю Эй Фу Пап Это же Оглоп Кыш Кыш Пошел Прочь Мерзкий Оглоп Эм Простите Но этот Оглоп Мой Это питомец Чемпиона Простите Все хорошо С Каких Это пор Я твой питомец Гвок Ну Сейчас Вы Оглоп В конце концов Молчать Гвок Я чемпион Гвок Гвок Никто Не понимает Вот кто На самом деле Чемпион С которым Мы будем Играть Я слышал Будто чемпион Мастерски Играет Картами Оглопа Ее Имя Эрин Мастер Оглопов Карточный Турнир Финальный Раунд Соперник Матрос Эрин Должен Был Победить Матрос Но ему Отрезали Нос И он Проиграл Ну вот Заодно Посмотрим Что будет Когда мы Проигрываем Турнир Вот это Хорошо Сейчас Было Ох Как Хорошо Ух Ты Я не знал Что ты Была Чемпионом Эрин Давно Вас Не было Видно Мистер Зидан Не смеши Это я Чемпион Регенсит Все еще Оглоп Как я Вижу А ты Все еще Не обучился Хорошим Манерам Сделай Мне поблажку Ладно А что Ты тут Вообще Делаешь Главным Образом Это Участие В турнире Но Также Есть еще Кое Что Что Я хотел Испытать Что Испытать Наш Новый Корабль Хильдагарде 2 Тот Самый Который Летает Без Мглы Верно Мы Еще Можем Летать Быстро Но До Трена Мы Добрались А почему Именно Сейчас У меня Странное Пречувствие Будто Нас Ожидают Большие Неприятности Не волнуйся Я уверен Наша Всемогущая Королева Гарнет Обо Всем Позаботится О нет Какой Ужас Что Такое Эйко О Это Ужасно Мугл Из Трена Только Что Сказал Мне А Что Он Сказал Мы Узнаем Чуть Позже Нам Надо Победить Сейчас В Турнире Поэтому Сейчас Я Перезапущусь И Мы С Вами Сделаем Это Да Конечно Эффектно Эффектно Уделали Меня Оценил Причем Там еще Такой Бой Интересный Был 39 30 на 29 Да По-моему В картах Были Характеристики Давайте 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 Не отставай Сид Не отставай Еще Быстрее Чем Я Нажимаю Крестик Так Так Почему я должен первый ходить? Я не люблю, когда я хожу первый. Ну ладно. Получено Кольцо Возрождения. Поздравляем победителя! Ух ты, я не знал, что ты была чемпионом, Эрин. Ну и дальше, собственно, все так же. Кроме того, что мы получаем приз. Так. И вот, тревожное известие. Что такое, Эйко? Ой, это ужасно, мугл и стрел, он только что сказал мне. Что случилось, Квак? Александрия, там происходит что-то ужасное. Покой всего лишь смерть и тень. Пытается забыть вчерашний день. С надеждой углядели вдаль, Давно минувших дней печаль. Воскресло, и сердца пронзило, будто сталь. Луна объяла мир голубоватым светом. Обогрится он кровью алую с рассветом. Какая дивная ночь! Восхождение гарнок на трон Принесло мир и процветание королевству. Ликование охватило народ. Они верят, что их ждет светлое будущее. Но торжество только начинается. Настало время разжечь пламя. Твоя прежняя хозяйка здесь, Бахамут. Исполни похоронный марш для нее и всего королевства. Эта ночь стала для Александрии роковой. Внезапно тьму ночи озарили и яркие вспышки плазмы, и Бахамут яростно атаковал королевство. Город в огне. Сюда, быстрее! Я не хочу умирать! А Александрия под мощной атакой Бахамута. Даггер видела все это с балкона своего замка. Ваше высочество! Это ведь Бахамут, да? Беатрис, пожалуйста, собери солдат. Уже ваше высочество. Наши солдаты готовы и ожидают ваших приказов. Пошевеливайтесь, болваны! Это чрезвычайная ситуация. Соберитесь, пока не пришла принцесса. Стройся! Ваше высочество. Как видите, мы готовы действовать в любую минуту. Солдаты ждут ваших приказов. И вот здесь, друзья, квест для самых внимательных. Здесь нужно правильно отдать приказы. И тогда мы получим хороший предмет. И правильно их можно отдать, только если вы очень внимательно помните, тогда еще в начале игры за Штайнера знакомились с солдатами. То, в чем хорош. Нужно правильно распределить. И тогда мы получим эти серьги. Я хочу это уже внести в следующую часть. Потому что... Потому что... Я хочу написать это даже в заголовке части. Может кто-то будет искать потом через поиск, как правильно приказать, чтобы он смог это найти легко. Вот. А сейчас... Сейчас мы столкнулись с абсолютно неожиданным, ужасным событием. Атакой Александрии. Мы видим, что город яростно атакуют монстры. И... Точнее, Бахамут и монстры. И все это снова дело рук куже. Нам нужно будет за тобой противостоять. Все это в следующей части. А сейчас еще подшивка с теми моментами, которые мы должны были посмотреть. Итак, не ожидал встретиться с тобой снова. Окей. Выбираем остаться в Трену. Я хочу еще посмотреть Трену. Теперь идем искать Виви. Награда Гиппо. Появилось событие. О, его не было. Заперты в этих трущобах. Жить только за завтрашнее жалование. Рабочий класс в этой жизни ничего не значит. Если они так хотят прожить свои жизни, так пусть и живут. Но я не собираюсь провести всю жизнь в трущобах. Что мне нужно, так это власть. Власти достаточно, чтобы управлять массами. Ты понимаешь, Марио? Зацени-ка. Я пару дней назад получил карту Нейминг Вэй. Кипо, это здорово. С этой картой Нейминг Вэй ты можешь принять любой вызов. О, но ты гораздо более лучший и громче, чем я, Марио. Марио, ты не сможешь стать правителем, если будешь тратить свое время на игру в карты. Сестренка, ты же говорила, что карточная игра это инструмент дворян, чтобы показать их экономическое превосходство. Именно, поскольку это показатель социального статуса, возможно, это также способ увеличить его. Да, замечательная идея. Кипо, Марио хороший игрок? Марио лучший игрок в нашем районе. Хе-хе. Отлично. Итак, я хочу попросить тебя об одной любезности. Если согласишься, я сделаю тебя нашим главным слугой, когда мы станем дворядами. Эмм, хорошо, только для тебя, Натали. Слушай внимательно. Ух ты, все вокруг задумываются о том, как прожить свои жизни. Наверное, мне тоже стоит обдумать это. Так, ну, этот Active Time Event просто пропустим сейчас. Так же посмотрим с вами в подшивке. Ну, мы выбрали Фрей вариант, что нам интересно узнать про Амаранта. Теперь еще надо посмотреть, когда выбираем неинтересно, что он скажет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Горожане. Он что-то обронил. Брослит химеры. Так. Где же Ви Ви? Нужно найти Ви Ви. Я так и не помню. Сейчас пробежимся, посмотрим. Так. Здесь его точно нет. Как будто что-то было. Не помню, друзья. Как он к нам в таком случае присоединится? Будем искать. Тут понятно. Тут понятно. Ладно. Сейчас тогда поищу и вернусь к вам. Ви Ви я так и не нашел, друзья. Хоже, его сейчас нельзя найти. Но. Теперь, когда мы выбрали вот такой вариант развития событий. То у нас соперник. Второй соперник. На турнире меняется. Сейчас покажу. Так, вот понятно, что той карты пока нету. Так, вот понятно, что той карты пока нету. Так. Смотрим. Если я правильно все помню, то когда мы отказываемся узнать вторую часть истории, то мы можем пойти потом Фрею взять в группу. Сейчас вместе вспомним. Я не хочу тебя напрягать. Нет, я не хочу тебя напрягать. И он уходит. А мы давайте сходим туда. Ну так, когда мы выбрали для Ви Ви остаться в трене, если мы пойдем в жилище Куана, там никого не будет. Это на всякий, если у кого-то вопрос возникнет. Да, вот она Фрея. В чем дело Фрея? На что ты так уставилась? Ммм. О, Зидан, я просто отдыхаю после прогулки. Я не очень знакома с этим городом. Не побудешь моим гидом? Конечно. И после этого к нам присоединяется Фрея. Вот так ее можно здесь забрать. А теперь новый противник, у которого, собственно, ту карту, о которой они говорили, можно выиграть. Это Марио из Трущоб. И вот. Смотрите, насколько сильная карта. Еще, как говорится, но не факт, что ее удастся выиграть. Вот у него еще ракета Тигра. Довольно интересная карта. Ну, мы берем, конечно же, Нейминг Вей. Так. А что у нас... Да, это понятно. Те же. Вот эта карта. Мы ее потом еще получим. Эта карта будет позволять нам переименовывать персонажей. Но для этого ее нужно будет отдать. Этого мы делать не будем, потому что, соответственно, нам нужно все карты собрать для коллекции. Но помните Final Fantasy 4 квест с Нейминг Веем, который там был и Моппинг Вей, и Видинг Вей, и вообще много-много всего. И в конце там еще определенные вопросы после выполнения этого квеста у меня были. В прохождении Final Fantasy 4 я озвучил их. Вот. Вот так. Ну, а Виви я так и не нашел. Я так понимаю, что его, если так выбираешь, этот вариант здесь найти нельзя. Если вы знаете, друзья, где он вот при таком выборе, напишите, будет интересно. Я все трена обошел и не нашел. Так. Хорошо. Теперь теперь нужно посмотреть вариант, что там в деревне Дали, да? Да, давайте посмотрим. И вот мы в деревне Дали. И смотрите, что касается этого отъезда. Я выбрал нет, потому что всегда выбирал ранее да, когда проходил. и если бы мы если мы выбираем да, они говорят спасибо, вы очень добры. Вот. Говорит Эйша. После этого после этого они уедут. И в этом магазине будет Мэри, которая работает там на станции, и Джефф, которые там на полставки работают, а эти уедут. И таким образом с Мэри и с Джеффом можно будет поиграть на четвертом диске в карты. Это единственный, как сказать, единственный смысл, который я нашел в том, что когда мы отправляем их, то вот Мэри и Джефф сюда перемещаются на четвертом диске, с ними можно поиграть в карты, потому что так их не будет. И туда уже мы попасть не сможем на станцию на четвертом диске, и как бы мы их не увидим. Но может быть есть еще какое-то продолжение у этого всего. Может быть кто-то что-то проверит, или кто-то что-то об этом больше знает, об их уезде или не уезде. Я вот в этот раз решил, чтобы они не уезжали, посмотреть, что они будут говорить, собственно, на четвертом диске, когда они не уезжают. Потому что, как я сказал, я всегда выбирал да, и они уезжали. Вот если вы что-то знаете дополнительно, друзья, то пишите, потому что я обожаю вот в таких вот вещах ковыряться в финалках. Всегда можно еще что-то интересное узнать или открыть. Ну все. 54-я часть не заставит себя ждать. Я к вам вернусь. Хорошего вам настроения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok